Не высаживать, так фотографировать. Школьников без билета будут снимать на камеру и отправлять их данные в школу. Сегодня в Кировской области начался тренировочный госэкзамен, а найденные в опаре на Медвежата переедут в новый дом в другой регион. Подробности далее эфир продолжит рубрика короткой строкой. После принятия нового закона, запрещающего высаживать безбилетных детей из транспорта, участили случай, когда школьники не оплачивают проезд. Как передаю слова директора Кировского ТП в социальных сетях, кондуктор будет фотографировать ребенка и его документы, например, дневник в случае проезда без билета. Затем данные безбилетника будут передавать в его школу для проведения разъяснительной работы. Более 500 миллионов рублей получит Киров на дороге в новых микрорайонах. Средства выделят в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда». На эти деньги будут построены новые участки улиц Капитана Дорофеева, Анжелия, Михеева, Капитана Плетнева, Ворванцева и другие. Работы продолжатся до 2023 года. В Кировской области начался этап проведения тренировочного единого госэкзамена. Сегодня более 1200 школьников пробуют свои силы на экзамене по русскому языку. 25 марта состоится следующая тренировка уже по английскому языку. Напомним, что в этом году для получения аттестата школьникам необходимо сдать только один экзамен по русскому, остальные предметы нужны только поступающим в ВУЗы. В Апаринском районе в ходе лесозаготовительных работ из берлоги вспугнули маму-медведицу. Испугавшись шума, она убежала, а на месте берлоги рабочие обнаружили троих медвежат. Их накормили, провели все необходимые гигиенические процедуры и уложили спать в специальный деревянный бокс. Малышам дали имена Бантик, Тиша и Остап. Их передали специалистам Тверского специального центра по спасению медвежат-сирот, где они обретут новый дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова